Как вы относитесь к неформальным проявлениям во внешности молодежи? Я терпимо отношусь. Всему свое время. Нас тоже ругали за имени юбки когда-то, когда были молодыми. Поэтому, нет, терпимо, но вот чувство вкуса должно быть все-таки. Если она в пределах разумного, то нормально. А если вот уши прокалывают, там еще там что-то прокалывают, ну это вообще дурь какая-то. Сложно отношусь, сложно. Я понимаю, что в этом возрасте человеку хочется как-то самовыражаться. Я понимаю, что это какое-то стремление показать, что ты не такой, как все. Какая-то яркая внешность, волосы. Это привлечение к себе внимания. Но я считаю, что молодой человек все-таки должен себя проявлять как-то другим образом. Меня смущает эта форма проявления себя. Это их стиль, они так хотят ходить. Ну, это их выбор. Им же никто не может сказать то, что как бы ты вот не можешь так ходить. Тебе не могут запретить. Хорошо. Я сама покрашу. Мне как бы нравится, как они одеваются. То есть у меня нет никакого такого отвращения. Как бы вот есть люди, которые просто ходят с пирстингами и со всем остальным. Но в целом всех свой вкус. Все по-разному одеваются. Что вы считаете нестандартным проявлением во внешности, а что напротив нормой? Я вам сказал, это когда прокалывают уши, потом здесь вот ставят разные там, как быкам вот эти кольца. Вот это нестандартное. А вот когда немножко, как у вас, вот там такой скромный пирстинг, это мне нравится. Нестандартный, то есть другой цвет волос. Например, там розовый, там фиолетовый. А к нормальному это, ну там, то же самое пирстинг. Драные коленки. Эти волосы взверошенные. Ну и очень неаккуратно как-то молодежь стала одеваться. Вот в нашу молодость, вот в мою молодость, в 70-е годы, мы так красиво одевались, был дефицит тотальный. Вещи было трудно достать, но мы старались купить что-то такое красивое. В платьицах, в туфельках, причесочки. Молодежь не глупая, сейчас умные ребята, все это понятно. Ну, вы знаете, я что хочу сказать? Мы все у времени в плену. Каждое поколение в плену у своего времени. Мы были в плену у своего времени, они у своего. Я их не осуждаю. Но иногда хочется сказать, ну выходишь на улицу, ну посмотри на себя в зеркало. В современном обществе без разницы, что перебор, что граница нормального. Ну, понятно, ходить в одних плавках по городу это перебор. Если, в принципе, ничего морального нет, то это норма. Смотрите, у меня сережки, да? Ну, вот это веками сложилась культура, что женщина хочет себя украсить, вот она одевает сережки. Вот, когда молодой человек, милый, прокалывает себе нос, там, подбородок, вот это, мне кажется, нестандартное проявление. Я не думаю, что это все-таки эстетично. Это некрасиво. Чрезмерный макияж у девушек, неряшливость у ребят. Вот эти вот. Ну, мне, например, не нравятся длинные волосы у этих, у мужчин. Но это, лично мое дело, это, кажется, не относится совершенно вот никому. Выражением чего становятся неформальные какие-то эксперименты внешности? А как отражается внутреннее на внешнем? Вот, если ты, например, там, ходишь такой весь бледный, весь в пирсинге, то я думаю, что ты бот или что-то типа. Ну, ты замкнутый весь внутри. А если яхткой, допустим, что-то? Вот и хиппи. Ну, скорее всего, те, кто делают что-то неформальное, либо они слишком молодые, делают это случайно по глупости, возможно, либо они просто имеют более богатый внутренний мир и как-то пытаются просто это отразить во внешнем. Скорее всего, так. Либо они просто в какой-то, относятся к какой-то субкультуре, где это является нормой. Я понимаю, что это средство защиты молодых людей, когда им что-то делают замечания, они резко. Это средство защиты. Это не потому, что вот они хотят там кого-то. Ну, значит, взрослым тоже нужно думать, что выварить. Ну, вот это вот вызывающие раскраски. Вот. Мне кажется, это просто, ну, какая-то внутренняя, может быть, неудовлетворенность. Оно всегда выражается вот какой-то резкой внешностью или резкими ответами, или вот чем-то. Ну, чтобы себя все-таки воспитывать, надо немножко сдержанность себя воспитывать в себе. То есть человек, который одет в длинную юбку, в рубашку с длинными рукавами, он как-то и ведет себя по-другому, чем вот, например, девушка, там, вот короткая юбка, высокий каблук, яркая косметика, прическа. Обычно это взаимосвязано. Я редко встречала, когда это не связано. Хотя бывают такие случаи, да. Что было для вас самым смелым экспериментом во внешности? Для меня лично мини-юбки. Это было самый пик моды. Стрихся на лысо, познакомился с женщиной, она говорит, давай отпускай волос. И все. А мне не нравится это. Я привык ходить бритым. Я не экспритировал. Линзы одеть, контактные, другого цвета. Наверное, со мной такого не случалось. Я вообще, я, конечно, много делала ошибок в жизни, но вот, в принципе, я старалась все-таки как-то быть так, без резких проявлений.